Первые окружные студенты-дизайнеры представили свои работы на выставке «Кукол и игрушек». В стенах социально-гуманитарного колледжа представлено несколько десятков авторских работ, выполненных в различных техниках. Это традиционные, черточные, каркасные и авторские. Алена Валий познакомилась с творчеством наринмарских дизайнеров. Татьяна Маслова долго не раздумывала над вопросом, кем быть. Еще в детстве у нее была мечта мастерить кукол. Поэтому после девятого класса она решила поступать в социально-гуманитарный колледж на новую специальность – дизайн в области моделирования игрушек авторских кукол. Это была мечта детства. Я сначала собиралась в 11 класс, а потом узнала, что в фит-колледже набирают на дизайнеров и собралась поступать сюда. У меня по оценкам все выходило хорошо, и меня взяли. Ее сокурсница Кристина Латышева также мечтала шесть кукол с детства. На выставке она представляет авторскую работу. Около месяца ушло на изготовление куклы в цыганском костюме. Мне всегда очень нравилась такая тематика. У меня сразу возник такой образ, что надо сделать такую куклу. Я, в принципе, в интернете ничего не смотрела. Всё сделала из головы. Тут всё зашито вручную. Кроме рубашки. Рубашка на машине. Говорят, что во время работы в куклу закладывается частичка автора. Поэтому каждая кукла или игрушка уникальна. Одни улыбаются, другие грустят. А третьи любят пошутить. Кроме кукол на выставке будущие дизайнеры представили и различные игрушки. Котов, зайцев, медведей и обезьян. Как символ наступающего 2016 года. Но на экспозиции представлены не все работы. Часть уже покинула наш округ. Такие, как, например, народная кукла, оленёнок, кукла в ненецкой одежде. Отправились на выставку в Москву. Сейчас вот мы ждём с конкурса каких-то вестей хороших. На Ямал тоже улетели наши куколки. В специальность дизайна входит ещё одно направление – дать новую жизнь старым вещам. Во время практики студенты обустроили уютный уголок – джинсовый проект. Диваны и кресла, на которых сидели сотни студентов, не выброшены и не пылятся в складах. А вновь в ходу. Сделать джинсовый проект. Мы ходили, собирали по полю джинсы. Старые нам принесли. Мы их постирали, привели в должный вид и начали как бы с ними работать. Мы вырезали вот такие вот квадратики и сшивали их между собой, чтобы получилась такая вот накидка на диван. В таком же стиле на стенах красуется картина. Из старой джинсовой одежды сделаны вазы и панно. Пока это первые в регионе студенты-дизайнеры. Но в колледже готовы в ближайшие годы набрать ещё одну группу по этой специальности. Алена Валей, Вадим Стасюк, Телеканал Север.